Восемь месяцев между Донецком и Луганском не было транспортного сообщения. И вот весь этот срок люди, которые живут, ну, сами понимаете, в каких условиях, не видели родных. Теперь появилась электричка. Ну, казалось бы, казалось бы, в масштабах страны банальное событие. Но для местных жителей это без преувеличения дорога жизни. Юго-Восточный экспресс. Эксклюзивный репортаж Андрея Лаща. О былом значении узловой станции сейчас напоминает только это расписание. Более полугода вокзал Ясиноватый, что в пригороде Донецка, пустовал. Поезда не ходили. Перемирие. Пустили первую электричку. Она, как ниточка, связывает жителей двух городов. Донецка и Луганска. Билетик на электричку Ясиноватый в Луганск. У меня обошелся в 14.75. Это примерно две буханки хлеба. Ну, и самый оптимальный способ добраться из Донецка в Луганск. Потому что, ну, вот на маршрутку билет стоит в 10 раз дороже. Вместе с первыми пассажирами вокзал ожил. Люди возвращаются. Люди приезжают. И мы же надеемся на лучшее. Для полного комфорта, чтобы не скучать в дороге, решил прикупить еще и кроссворды. Обошлись мне в 8 гривен с ручкой. Так, Ясиноватый, Луганск. Два билетика. Пожалуйста. Спасибо. Счастливо. Спасибо. К безбилетникам относятся снисходительно. Даже 15 гривен есть далеко не у всех. Если у человека нет денег, вы понимаете, что военное время нет денег. Значит, как-то будем ходить в положение. Виктор едет к дочери и внучке. Не видел их с начала военных действий. Сюрприз им делаю. Я ничего не сказал. Потому что время неспокойное. Они все звонят, спрашивают, когда дедушка проедет. А я не сказал по той причине, что, ну, мало ли, дорога, всякие опасности в дороге может быть. Поэтому проеду неожиданно. Вагонные споры о насущном. Гостинцы из гуманитарки. Масло и макароны. Запишись в одной очереди, чтобы запитан был. А потом иди, где солдаты. Там тебе уже выдадут пальку. Мне не дают заскучать новое знакомое. И кроссворд. Он все-таки пригодился. Валентина Орехова с дочерью едет к пожилым родителям в Луганск. Не виделись уже давно. С сестрами они оказались по ту сторону фронта почти год. Мечтаю также, чтобы остановили движение в сторону Старобельска и в другие стороны. Чтобы можно было общаться, ездить беспрепятственно. Все-таки родственники есть родственники. И границы для родственников не должны быть. Электричка ползет зеленой змейкой среди разрушенных поселков. Особо не разгонишься. Остановок много. Остановка в Янакиево дольше, чем в других городах. Дальше электропоезд не едет. Из-за обрыва контактной сети. Вот ждем тепловоз. Через 20 минут вагончики трогаются. Следующий перрон Валентина узнает сразу. Становится понятно, почему состав теперь тянет тепловоз. Вокзал разбит, провода висят, рельсы чудом уцелели. Становос — это война. Красный. Становится, что создавалось годами, разрушили в один мир. Очень страшно. Само слово война страшна. Люди прилинули к окнам. Ужас. Не могу. Эмоции переполняют. Ужас какой. Это Дебальцево. Ключевой железнодорожный узел на Донбассе. Именно за него шли ожесточенные бои. С возобновлением этого маршрута у нас появилась работа. Согревает уже душу. Миновали еще не восстановленную до конца зону ожесточенных боев. Теперь электричка пойдет быстрее. До Луганска еще час. В вагонах царит радостное оживление. Пассажиры готовятся ко встрече с родными. А сколько ты его не видела? Много, скажешь. Да, много я его не видела. Соскучилась? Да. Это город моей юности. Валентину и ее дочь на вокзале встречает муж сестры. Инвалид, безработный и без пособия. Он живет на грани. Ему привезли продукты. Смущается, но берет. Луганск нас встречает не очень гостеприимно. Проливной дождь. Но вот человеческие эмоции, они превыше всего. Бабушка ждала. Каждый день. 85-летняя Екатерина Ефимовна верила. Они еще встретятся. Малочка. 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 Телефон. 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 Трудненькая. Малочка. Телефон.